Сумка блогера. Деньги! Какого хрена Селена залезла ко мне в кошельку? Полезли, тут самое потаёное что-то. Ох ты! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей и Полина Бонд у нас в гостях. Мы сегодня решили для вас снять видео, и мне очень любопытно, что же находится у Полины в сумке, а точнее в её очень бьюти-бьюти, ярком, красивом рюкзаке. Ты специально туда вот, скажи, вот приехала ко мне и положила всякие интересные штуки? Рекламы нет? Нет, на самом деле там всё, что я чаще всего... Нет, ты знаешь, чего больше? Косметику я взяла сама. Вау! Обычно я с собой не ношу. Как раз девочки... Обычно не носишь. Как раз девочки просили, чтобы мы о косметике с тобой поговорили. Так, давай начнём с того. Здесь много карманов, кстати. У тебя ещё один телефон или ты тот положил? Два телефона. Нет, это зарядка. Короче, в этом рюкзаке особенность в том, что есть такой специальный кармашек, в который кладётся пауэрбанк и телефон, чтобы он заряжался, и ты когда идёшь вот так вот ещё за спиной, пауэрбанк, и так можно телефон нести, и у тебя здесь заряжается. А где ты купила такой рюкзак? Я забыла, как сайт назывался. Типа Алиэкспресс? Нет, нет, это что-то вроде как Италия. Итальянский? Слушай, ну он классный. Ну он да, он прикольный. А сколько стоит? Дорогой? На этом сайте был, да. Крутышка пришла. Ну а есть похожий, кстати, на Алиэкспресс, я знаю. Но он прикольный, то что он голографический. Голографический. И у него якобы вот такая вот спинка мягкая, видишь, что до спины. Большой, я вам скажу, и тяжёлый. Посмотрим, что же она там всё-таки готовит. Давай для начала посмотрим. Пауэрбанк, гляньте, как шоколадка. Да, печенька. Печенька. А не пахнет? Нет. Печенькой. Ну сколько тебе зарядки хватает? Не на много. Нет, на одну полную, наверное, хватает, но я же постоянно пользуюсь. Айфон 7+, я уже знаю, да? С вот такой вот штучкой, я тоже такую ношу, обожаю. Так, давай откладывать куда-то то, что мы посмотрели. Мне безумно интересно полазить в сумки чужой, потому что, ну, мою сумку вы уже видели, вы уже знаете, да? А мне интересно, что же люди другие хранят в сумках. Давайте залезем в самый главный большой отсек. Как вам его так? Передом. И посмотрим. Я буду что-нибудь доставать. Как это значит? Волшебный мешок. Да, комментировать, а ты будешь говорить уже. Так, первое, что я вижу, мне бросается в глаза. Это сухой шампунь. Сухой шампунь, блин, какой удобный, маленький. Да, я обожаю такие малыши в сумки кидать, когда, особенно сейчас под шапкой, или когда волосы... Ты любишь, пользуешься, да? Постоянно. Вот, кстати, я тоже, вот Полиночка ко мне пришла, вся такая чистенькая, вся такая голову помыла. А я все не успеваю такая, и сухой шампунь мне в помощь сегодня. Видите, какая я? Нет, классная. Вроде ничего. Я фигачила шампунь. Не знаю, вреды не вреды, но мне нравится. Я не думаю, что вред. Ну, если не перебарщивать, наверное, да. Ну, вообще, еще лайфхак, если ты наносишь шампунь, то можно объем сделать. Вот, благодаря сухому шампуню, а если нет сухого шампуня, я даже делаю вместе с лаком. Потому что мне, когда в салонах делают укладку лаком, много-много лака, у меня потом волосы, могу неделю ходить, и они чистые. Но вы же не приподняты. Они приподняты, и они высушены напрочь там. Так, что это черненькое, я вижу? Расческа. Расческа. Я вот не ношу с собой расческу. Мне кажется, она так много места занимает. Даже она такая, смотри. Если я ношу рюкзак или большую сумку, я беру. А так, обычно, у меня есть такая вот маленькая, плоская. А что эта крышка? Это специально для сумок расческа, чтобы она не портилась. Нифига себе. И все, больше она никаких функций не выполняет. Тебе нравится? Нравится такая сумка? Да, я обожаю танклутузер. Прямо мне хочется расчесаться, но я не буду. Это же антигигиенично, наверное. Так, смотри, какой у тебя блеск для губ. У меня такие в магазине продаются. Уже мало осталось, их все разобрали. На самом деле, всегда таскаю, но... Можно понюхать? Он курит еще. У меня в магазине продается, но я не знаю, как он открывается. Слушай, ну у него запах нет. Невкусный. Невкусный. У меня все такие ароматненькие. Да, хотя я вас не знаю. Где брала? Это мне кто-то в какой-то коробочке. А, я думала, знаешь, задарил недоброжелатель какой-то. Так, опачки. Это для штатива я взяла специально на случай того, что вдруг мы будем на телефон что-то снимать. А, если мы на улице где-то будем снимать. Ну, штатив не взяла, а штучку взяла. Штатив не взяла, а штучку взяла, вот да. Вот за вот эту штучку можно держать, снимать. Это сумка блогера, а что такое? Влажный салфет. Я подумала, что это вкусняшка вообще достала, думаю, ага. Ты еще не дошла до вкусняшек, подожди. Там есть? Да. Я думаю, сейчас я поймаю Полину, она влажные салфетки носит. Я думала, шоколадка какая-нибудь. Нет. Так, что это? Паспорт. Да. Всегда ношу паспорт. Я не знаю, как люди не носят паспорт. Мне кажется, он не нужен всегда. Вот часто куда-то он нужен. То в банк случайно зайдешь, то кредит случайно пояснешь. Нет, дальше на мероприятие там или в какую-нибудь клинику запишешься. А паспорт, а паспорт. Не знаю, мне всегда нужно. Мне тоже нужно. Я не люблю моменты, когда реально что-то срочно нужно или документ какой-то, ты случайно где-то оказалась, да, у тебя нет паспорта, и, блин, тебе снова туда ехать. На всякий случай, курьера там встретишь. Я всегда ношу паспорт тоже с собой, видишь, мы в этом очень похожи. Такой красненький, как СССР напоминает мне. Ты специально такой брала? Нет. Кстати, этот чехол за 30 рублей с Алиэкспресс, и ему уже несколько лет, и он вообще шикарный. Ничего себе. Девочки, если кому-то нравится такой, и кто-то захочет взять, обязательно пишите по линии, она вам даст ссылку. Да, 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 для ненавности. Для ненавности. Так, кошелёк. Кошелёк. Ну, мы не будем считать, да? Не люблю носить кошелёк. Или посмотрим, сколько денег. Ну, можешь посмотреть, но я на самом деле его терпеть не могу носить. У меня аж сердце забилось, и так, мне кажется, так это. Так удобно, когда с телефона можно всё платить, все карточки у меня в телефоне, но бывают такие случаи, когда телефон почему-то не проходит, либо только наличка. Наличку всегда заносишь? Ну, бывает, потому что, знаешь, какие-нибудь овощи, там, фрукты, вот этих. Когда лоточку покупаешь, у них только за наличие. Мы же нормальные девчонки, мамы. Мы на рынок, что нам, авоську взял, на рынок пошёл, там, извините, карт пока нет. Есть карты, которые в телефоне вносятся тоже. Ну, блин, была не была, но мы же снимаем видео, но интересно всё-таки, сколько денег у меня с собой, вот сегодня, да? Так, ну, карточки и фамилии не будем показывать, тут карточки. Она не имена, кстати, передняя. Ладно, тут карточки. Сейчас такая перевернула, и всё будет. Деньги! Знаешь, что мне интересно? Так, вообще, ощущение какое-то у меня странное, что я залезла к тебе в кошелек, и буду считать твои деньги сейчас. Самое странное в моём кошельке, это, короче, денежный талисман. Нет, это мой герб, герб, который я делала на марафоне. А ещё есть денежный талисман. Я держу чужие деньги. А, это чек, чек. Это, короче, чек. Так, подожди, стой, я не могу. У меня ощущение очень странное, что я чужие деньги держу. Давай я сейчас моё им их посчитаю, но я просто положу, и ты расскажешь о своих талисманах. Так, тысяча, ещё и пятьсот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это две сто. Слушай, и я смотрю, что у неё с разменом, девочки. Вот честно, я всегда так ношу. У меня всегда деньги с разменом. Потому что, да, ну а если понадобятся деньги, нужно будет бежать от меня. А я их ещё и что-то складываю определённым образом. Короче, вот так, чтобы они вот, видишь, полосочка с полосочкой. Это мне научили. А ты как, как, полосочкой с полосочкой? Ну вот, видишь, вот эти вот все полоски, то есть, они все к одной. Смотрите, я же работала раньше очень много времени с деньгами. Вот она полосочки складывает, а я всегда складываю по вот этим вот полосочкам. Потому что они с двух сторон. Ну да. И получается, что если они, допустим, все перемешаны, то очень быстро оп-оп-оп-оп вот так вот делаешь. Всё меня мама научила. А меня кто-то научил, я не помню, они говорили, что так, типа... Если они одинаково, короче, друг к другу лежат, тогда они, типа... У меня всегда одинаково. Всё хорошо. Не, не всегда одинаково. Иногда у меня вот так вот, я даже не могу найти и понять, сколько у меня денег. Блин, девочки, неприятно, что я хотела, какое ощущение, когда твои деньги считают. Это мне как-то вообще всё равно. Бофик? Ну да. У меня такое неприятное ощущение. У меня есть счастливые билетики из автобуса. Ничего себе. Не знаю, зачем. Так, расскажи про свои талисманы. Короче, какая-то была... Или в марафоне... Надо было создать чек на будущий месяц, сколько ты хочешь в этом месяце. И надо было расписать эти траты. Я написала, что... Я написала примерные траты, сколько я хочу и чего. И в итоге у меня сумма интересная получилась. 100 тысяч. Нет. У меня получилось 222 тысячи ровно. 222 тысячи. Ну, это, ну, как бы, нумерация, да? Ну, прикольно. Загаданное желание можно. В ноябре 2019-го? Да. Это ты за месяц должна заработать столько? Ну, это, типа, мой чек, сколько бы я потратила. Якобы, что, когда ты знаешь, сколько ты потратишь, на какие цели, тебе эти деньги придут. Ну, поняла такое? Это не в финансовом марафоне? Ну, я не помню, в каком. Я же сейчас его прохожу, просто я думаю, будет у меня. Я просто в разных была. Интересная темка вообще. Мне очень нравится. Классная. Полина тоже, кстати, марафоны. А вот это от Блиновской, кстати, есть марафоны. Это мой герб. Не показывай того, что у меня, наверное, оно еще будет впереди. Слушай, ну, классно. Я не знаю, у меня какое-то странное ощущение. Подождите, еще мелочи. У меня странное ощущение, но так интересно. Мелочи нет у тебя? Нет. Ты все в копилку, наверное? Нет, я ее где-то разменяла. Слушайте, я не понимаю, но очень странное ощущение, когда ты... Я никому просто в кошелек никогда не заглядывала, никогда не брала чужие деньги. Просто это вот сейчас происходит. Мне интересно, потому что мы видео снимаем, ну, классно, что-нибудь прикольное, да? Но ощущение у меня очень странное. Я рада, что у тебя нет никакого странного ощущения, какого хрена Селена залезла ко мне в кошек. Яблочко! Яблочко! Хочешь есть, кушай яблоко, и каждая девушка должна есть одно яблоко в день, чтобы быть худой и стройной. Мне, кстати, писали это, что съешь яблочко, но вот сейчас я, например, на сушке, и нам фрукты нельзя. Да? Я говорю, зеленые. А я так хочу яблочко! А я была в марафоне похудения, где там обязательным условием было кушать яблоки одно в день, и яблоки вообще спокойно. Меня дочка обожает. Но я вот себя пересиливала и кушала. Ты носишь с собой фруктики какие-то, да? Иногда беру перекусы. А я ношу с собой батончики. Протеиновые. Ты сейчас найдешь. Подожди, я что-то еще нашла. Флэшка. Флэшка. Что у тебя там хранится? Ну, пока ничего. Наши будущие видео. Наши будущие видео. Так, 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 так. Маленькие кармашки полезли, тут самое потаенное что-то. Ну, вот косметика пошла. Косметика пошла. Это что-то классная пудра, корейская. Она затирает поры просто. Она делает вот прям такое суперматовое и такое кукольное лицо, знаешь? Ну, ты разрекламировала, я уже хочу. Она клевая. Подожди, это... Она такая сыпучая. А, это пудра. Да, это пудра. Ее прямо так набираешь, она прозрачная, и сверху тонального она прям реально так матирующая. Корейская. Корейская. Корейскую косметику я люблю тоже, поэтому я не удивлена, что ты восхищена. Ну, да. Закрой, пожалуйста, а то я не могу. Secret Pore. Secret Pore. Вообще, а, что, Leoli получается, да? Не воли, не знаю. Так, что у нас дальше? Это духи. Духи. Малыши. Что за духи? Ты сюда добавила что-то, или это они так называются? ScanTex? ScanTex. Это я как раз таки во влоге показывала, у меня новая пришла коробочка, это фирма называется, которая делает на разлив духи. Здесь можно любые выбрать, ну, которые у них там есть, на разлив. У меня здесь Pore Do, La Tulip. Ой, они такие вкусные вообще. Запах мне нравится, кстати. Симпатичный, я бы тоже таким пользовалась. Да. И вот удобно носить такой малышки. Ну, да. У меня почему-то они все проливаются, вот такие малышки, я не знаю почему. Или как-то потом по-другому начинают пахнуть, короче. Я перестала носить. Тоналка. Так, тоналка. Арифлейм. Как тебе Арифлейм тоналка? А я ее вот как раз в прошлой влоге показывала, она хорошая, вот она сейчас на мне. Единственное, что у нее очень хорошо перекрывает всякие покраснения. Как биби-крем с хоррилем. Но она приятная, она и по цвету мне хорошо подошла, и по нанесению, то есть, ну... А она, кстати, SPF8, очень классно, когда тоналка, это... Не нужно дополнительно. А я, а у меня помада от Арифлейм. Она всем очень нравится, всем говорят, блин, Селена, что это за помада? Это вот тогда мне подарили помаду. Кстати, давайте я вам сейчас сразу скажу номер. Особенно фисташка у меня просила. Пошла рекламка. Не, не рекламка, а вот именно просят. Да, я в штанах, смотрите, кто успел видеть. Это только Полина приехала, она одета вся у нас супер-бупера. Я только вверх одела и все. Скажите спасибо, что не в трусах. Так вот, на мне сейчас вот... Какой номер? Имя его пойми. Какой номер? 39801.1. Ну да, видимо, да, вот это Blush Rose оттенок. А, Blush Rose оттенок, да. Вот она на мне, частенько я сейчас ей крашу, потому что она натуральная, ну да. А здесь поешь. Ну прикольная. Да, и очень пахнет вкусно, короче, вот. А у нас похоже даже сейчас, мне кажется. Удачи, но у тебя больше розовинки. У меня более фиолетовая, ты сейчас ее достанешь. Уверена, что я именно ее достану? Да. А вот как раз Батланчик. А вот Батланчик. Это не протеиновые, я иногда протеиновые ношу, иногда вот такие вот фруктовые, они как из сухофруктов, сделаны с орешков. Апельсин и орехи в дорогу, кешью, семена, чиа, ну в общем, да, тут много всего. А у нас пребиотика. А у нас сейчас на сушке, нам, короче, важно, чтобы там не было сахара, да, и протеиновые. Надо было тебе взять свой протеиновый, у меня клубничные, прикольные, сладкие, их, короче, написано, можно есть на перекус и даже на ночь. Так и написано, можно есть на ночь, это как-то для меня. Это то, что нам нужно, да, тем, кто наблюдит свою фигуру. Так, еще один потайной карманчик, этот очень... Ох ты! Моя сережка, упала. Парады. Мы с тобой сегодня прям, это, как дразняшки, и сережки, но это похоже. Мы сегодня вообще с тобой как на фит-парад какой-то собрались, а не просто сумку разглядывать. Мы как будто на вечеринку идем потом. Так, поехали. Black Coat Divash. Это тушь. Тебе нравится? Не очень. Не очень? Я всегда люблю все нюхать. Слушай, ну щетка такая, объем должна делать, и вот ранение. Ну вот она на мне сейчас, ну не знаю, мне не особо прям. Ну нормально вроде. Как-то так, простая совершенно. Так, Divash не одобряется. Ля, Givenchy офигенная. Блин, классная, кожаная, офигенная. Мне просто приятно даже его трогать. Это вот она у тебя на губах? Да. Офигеть, смотрите какая она. Да, она как будто бы черная такая фиолетовая, но она тинт. То есть ее получается можно наслаивать. И она носит чуть-чуть, она получается как такой ягодный тинт. Если сильнее, то будут прям такие ядрелые. Давно покупала? Мне вообще ее подарила Катя. Мне интересно, сколько сейчас стоит Givenchy, потому что у меня тоже есть Givenchy, я давно покупала. Нет, не Givenchy. Или Givenchy. Ну короче, тоже в кожаном чехле, но она не такая, а потолще. Чуть-чуть. Givenchy дорогие все. Так, а это что? Это вообще консилер. Essence. Ну я им замазываю красные пятнышки, он беленький, но он хорошо впитывается. Понюхаю. У меня тысяча консилеров, я люблю только Faberlic. Я, кстати, я люблю консилеры именно когда они вот в таком тюбике, потому что мне кажется, они лучше всего впитываются. А вот это то, что вы так делаете? Они у меня быстро заканчиваются и засыпают, мне нравится. Ну да, но главное же, чтобы они были классными. Ну нет, я консилер под глаза никогда не ношу, я только на красные пятнышки. Почему? Ну не знаю. Ну у тебя ничего нет под глаза, а вот у меня вечные синяки, я там все замазываю. У меня нет синяков, да. Ну не синяки, а осенения. Палочка! Ну вау! А палочки у меня со вчерашнего дня я ходила на массаж лица и думала, если вдруг тушь посыпется. Карандашик. Это для бровей. Арифлейм, кстати, тоже прикольный. Да? Цвет натуральный. Блонд. Оттенок. Сейчас тебе? Классный, да. Хорошенький. Мне нравится. А, так, ну косметику ты не носишь с собой, да? Ты вот специально просто положила. Ну я ношу обычное что-то для губ, матирующие салфетки, иногда пудру. Так. Матирующие салфетки. Арифлейм тоже. Зеленый. Зеленый. И пахнут, кстати, мятно как-то. Для жирной кожи прям. Я рекомендую, да? Так, и вот еще Евроше. Вообще люблю Евроше косметику. Да. Надо дойти туда и тоже что-нибудь купить. А крем для рук ты пользуешься? Да. Ну редко. Я тоже очень редко. Одно время я прям... Редко носишь с собой. Тебе вот тяжелый рюкзал какой. Мне кажется, знаешь, как крем для рук, когда вот начинаешь пользоваться, чем чаще пользуешься, тем больше руки требуют, требуют. Ну, могут быть. Увлажнение. Еще две палочки. Пять палочки. Резиночка. Легка-канатоника. А где ты брала такой? Это тоже был какой-то набор. Ой, я... Как же они называются? Прикольная. Бьюти-бар. Она не такая, как вот у меня. Она тоненькая. И что это? Это тоже консилер. Он, кстати, классный. Вот у меня вообще уже долго. Это, по-моему, белорусская косметика. Даже уже стерлась все. Но он прям отлично... Так а что у тебя два консилера? Я не понимаю, что ты... Этот я ношу обычно с собой в сумке, а тот у меня обычно стоит дома. Но так как я сегодня брала дополнительную косметику, я схватила его тоже. Показать всем, да? А то что, пустая бы сумка была? Мне кажется, все, все. Вот там бахилы. Где бахилы? Вот там бахилы. Ну, подостанем бахилы. Бахилы. Чистые или ходила уже в них? Чистые. А там женские штучки. Ладно, женские штучки показывать не будем. Лекопластырь, женская штучка раз и женская штучка два. Так, и что? У нас здесь еще есть кармашек. Вот он. Впереди. Давай скорее посмотрим. Блин, так интересно на самом деле. А я думаю, ко мне иногда девочки приходили, говорят, можно в твоей косметичке полазить? Вот чаще всего в косметичке у меня подружки любят лазить. А я никогда об этом не задумывалась. А вот теперь вот... Все интересно. Да. Нет, в чужом все интересно. Ну, здесь немножко. Здесь немножко. Ключ от дома или откуда? Как будто не от дома. От квартиры. Такой маленький. Так, конфетка. Ой, это вообще из Москвы. Это она у тебя, Диор, Чехана. Воспоминания, да? Так, а это у нас что? Это айпод. Очень старенький. Я всегда на нем слушаю музыку, чтобы телефон не сажать. Я бы не догадалась, что это айпод. Я никогда не пользовалась. Он такой маленький. Я подумала, что это, знаете, как прищепка вот сюда. Но он как прищепка. Он вообще для спорта изначально и придуман. Он как прищепка крепится, получается, к спортивной одежде. И можно на нем музычку. Офигенно. Ну, ему уже сто лет, но он работает. Тебе удобно вот с такими наушниками? У меня сейчас других нет. Мои предыдущие перестали работать. Мне вот это вот все давит. Вот эта штука мне сверху не давит. Наоборот, кстати, они у меня не выскальзывают. Они как прижаты. Но если мне нужно где-то снять наушники, когда они со мной пытаются разговаривать, я такая, пока их сниму... Запутаешься полосом. Запутаешься, да. Слушай, ну прикольно. Он такой милый. Ну, для спорта, для бега такой вообще идеальный. Класс. Ну, ты, короче, бегаешь спортом занимаешься? В садик хожу. А, в садик хожу я включаюсь, да? Спорт у меня, да. Полоса туда, полоса обратно. Классно. Слушайте, девчонки, ну мне понравилось лазить в чужой сумке. Вот. У нас, конечно же, мы не просто полазили в Полиной сумке, у нас баш на баш. И Полина полазит в моей сумке тоже. Точнее, уже полазила. Ссылку на видео я оставлю под видео. Она меня пригласила в гости, я у нее в гостях. И она в гостях в своей атмосфере будет лазить в моей сумке. Вы посмотрите, что в моей сумке. А, вот. Так что, кому интересно, что в моей сумке, кто забыл, что в моей сумке или рюкзаки, я еще не знаю, что я с собой возьму. Переходите по ссылке и смотрите. Как тебе вообще? Как тебе, когда лазит в твои сумки? Часто лазит в твоих сумках? Нет, никто не лазит. Ну, дочка может. Ну, ты нормально? Тебе не бесит, что я все потрогала, полапала? Показала, деньги посчитала? У меня ничего тайного нет. Да? Ну, все, супер. Девочки, надеюсь, видео вам понравилось. Все полезные ссылки под видео. Полина тоже блогер, если кто-то не знает. То ссылка на ее канал под видео и на наше совместное видео, где она лазит в моей сумке и удивляется всяким приколюхам. Таким у меня интересным в сумочке. Обязательно проходите, смотрите, ставьте нашему видео лайк. Если вы хотите, чтобы мы что-нибудь сняли совместное еще, обязательно давайте нам идеи, пишите в комментариях. Будем очень рады всем идеям и все примем на заметочку. У нас еще идей много, мы их будем продолжать снимать. Все, любим, целуем вас. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok